Производители игр способны плодить не только тупые шутеры, но и крутейшие продукты с мощным сюжетом и топовыми главными героями. Порой персонажи цепляют настолько, что становятся в каком-то роде культовыми, и слава об их подвигах живет вечно. По крайней мере, о них не забывают после прохождения. Кстати, перепроходить игры хочется во многом именно благодаря героям, которые не просто бросаются в глаза, а врезаются геймерам в память. Добро пожаловать на Телблог.нет, и сегодня мы представляем ТОП-10 любимых игровых персонажей. Через 15 секунд. Наверняка когда-то вы начинали учить английский язык и в какой-то момент забрасывали, потому что это скучно и нудно. Типичный сценарий. Но без английского сейчас никуда. English Maria перевернет ваше представление о языке. Быстрее подписывайтесь на ее канал и начинайте прокачивать свой английский с удовольствием. Десятое место. Гордон Фримен. Half-Life. Мемас с Габеном и третий Халфой родился далеко не на пустом месте. Похождения молчаливого Фримора оказали чуть ли не самое большое влияние на игровую индустрию на пару с Саб-Зиро и Марио. И это вполне логично. Когда везде гоняют вояки и серийные убийцы, дращеватый физик с монтировкой выглядит как минимум необычно. Еще и выпиливает все вокруг без единого комментария. Ну и главное во внешности и по совместительству в геймплее это защитный костюм Хэп. Узнаваемый оранжево-желтый комбинезон, оснащенный защитой от физического урона. А этот шмот Труфан, я уверен, до сих пор косплеет. В таких доспехах словом наперевес Гордон охотился на хэткрабов. Если б не его исследования по телепортации и знакомства с Айзеком Кляйнером из Блэк Мезе. Все было бы нормально. И думаю теперь хейтить его или сказать спасибо, что Фримену есть от кого мир спасать. До сих пор вспоминаю, как у меня сжалось при виде Нихиланта. Ведь тогда графон казался дико крутым. А этот голос. От него до сих пор мурашки по коже. Жалко, что современное поколение о Гордоне и его покождениях вряд ли в курсе. Девятое место. Гоуст. Call of Duty Modern Warfare 2. Если ты играл в него, то просто обязан знать, точнее любить Саймона Райли. Ну или Гоуста. Вроде обычная вояка, но на самом деле крутой герой второго плана. Ведь это офигительная маска с черепом, темные очки, наушники, экипировка и очень классная нашивка с Юнион Джеком. То есть флагом Великобритании. Помню, как потом пошла мода на эти маски с балаклавами. Каждый второй писюк ее надевал и рассекал по городу на велике. Типа крутой. Но кульминацией утверждений Гоуста любимейшим главным героем стало, пожалуй, предательство генерала Шепарда, который завалил Сеймона вместе с Роучем. Сразу после того, как получил необходимую инфу из миссии «Неоконченные дела». Спойлеры. Сорян. Хотя игре уже 12 лет, так что смирись. Восьмое место. Геральт. Дэвидча. Беловолосый мужик с двумя мечами многих ассоциируется только с третьей частью Ведьмака. Ну и знаменитым мемасом шевелись плотва. Хотя есть фаны, которым Геральт запомнился в основном по книгам, когда еще не было даже намека на первую игру по серии, если не брать в расчет 20-летнюю хрень. Персонаж крут не только потому, что рубил в капусту монстров и без проблем укладывал любую чародейку. Геральт и разговаривать умел, и мнение свое отстаивать, и нахер отправить, если ему что-то не нравилось. Хочешь ли ты, чтобы на тебя снизошло благословение вечного огня? Подойди, верный, и досветит тебя. Ты смотри, как бы я тебе в глаз не засветил. И осади, а то меня тошнит от этого вашего Ладана. И это я еще не говорю о настоящей мужицкой локализации, где каждый второй посылает прямой дорогой, и антураж полностью соответствует событиям ведьмака. А одна только линия с Ламбертом чего стоит. Хочешь стих? Валяй. Ламберт, Ламберт, хер моржовый. Ламберт, Ламберт, вредный х**. Вполне, вполне. Да и не каждый ведьмак может вражеского короля садить, оставшись после этого живым. Короче говоря, мужик что надо. Седьмое место. Кратос. God of War. Его точно нельзя назвать плохим или хорошим. С одной стороны, это Горат Эстостерона, которая выкашивает богов, как какую-то саранчу. А с другой, понять мужика можно. Ведь он мстит за расправу над своей семьей. Еще и доспехи жмут постоянно. И если молодая версия Кратоса из первых трех частей ассоциировалась только с убийцей Пантеона и всяких монстров, то последние его уже показывают стариком, познавшим всякое дерьмо. И эта версия даже вызывает переживания. У героя и семья новая, и Шкет подрастает, и какая-никакая отцовская ответственность есть. Да и ведет он себя уже совершенно иначе. Никакого желания влезать в тупой мордобой, махать топором, без дела и тупо нарываться на неприятности. Новый Готов Фос с самого начала дает нам почувствовать Кратоса. Мы тяжелыми ударами срубаем дерево, а потом взваливаем его на плечо. Это одновременные метафоры и передача тяжести, старости. И этому Кратосу народ даже больше сопереживает. Не зря же игрушку назвали лучшей в прошлом году. Шестое место. Коннор. Detroit Become Human. Если за проект берется геймдизайнер уровня Дэвида Кейджа, то игра автоматически становится годнотой. Зачем далеко ходить, когда он создал Фаренгейт, Хэви Рейн и Бионд Ту Соулс, а потом появился Детройт с андроидами и Коннором. Это интерактивное кинцо знатно пробивает на эмоции. А нам, например, вообще плакал на стриме. Первый раз вижу, чтобы народ сопереживал андроиду, бездушной машине, которая напоминает человека только внешне. За Коннора хочется переигрывать одну миссию за другой, причем каждый раз выбирать разный исход событий. У меня будет масса претензий к этой игре, но структурно проработать все эти сцены развилки это впечатляет. Ты всегда хочешь знать альтернативный расклад миссии, поэтому всегда ее переигрываешь. Особенно круто выглядит, как он пытается понять, как вообще можно общаться с людьми. Если Маркуса и Кару можно спутать с человеком, то Коннор – типичный андроид с машинными мозгами, который не стремится выдавить из тебя слезу жалости и казаться своим в доску. Он тупо расследует дела, хотя в некоторых моментах андроид начинает конкретно так охреневать от нашего поведения и проблем. И тогда уже кажется, что человека в нем больше, чем в некоторых людях. Пятое место. Вита Скалетта. Мафия. Ее прохождение фразы «Еще полчаса и спать» повторяется чаще, чем твои обещания начать учиться в следующем семестре. Вита просто хотел лучшей жизни и легких денег, но вместо этого постоянно попадал в сюрягу, а затем связался с мафиозным кланом и… Понеслась пи***а по кочкам. Внешность Скалетты взяли не обысково, а с молодой версией Марлона Брандо, который играл Дона Корлеона в «Крестном отце». Даже не помню, чтобы ты приглашал меня к себе на чашку кофе. Может, еще и озвучка повлияла на восприятие персонажа, но голос для Вита подобрали настолько круто, как будто актер всю жизнь озвучивал молодого мафиози. Я мало что помню о тех временах. Разве что жизнь была тяжелой. А потом отец решил, что нам пора уезжать. Может, Вита и легкомысленный мужик, который не против быстро урвать пару десятков тысяч американских президентов, но делает он это более профессионально, и таким героям реально сопереживаешь. Четвертое место. Стрелок. Сталкер. Он стал хайповым еще до того, как это стало мейнстримом. Ну а че, на дворе 2007 год, играть особо не во что. А тут мало того, что РПГ, еще и от наших разработчиков, еще и про Чернобыльскую зону. Я помню, как несколько моих одногруппников хватались за любую подработку, чтобы хоть как-то проапгрейдить свой компудактер. Потому что требовал Сталкер, как минимум, дофига, даже больше первого кризиса. Особенно хорошо запомнился срач насчет концовок первой части. Один мой товарищ даже утверждал, что Сталкеру выжгло глаза в конце, а я ему отвечал что-то типа «Да что ты, черт побери, такое несешь?» Если б я попал на зону, потерял память, а потом бы охотился сам на себя, у меня бы, наверное, крыша поехала. Пожалуй, единственный, кто действительно помогал Меченому, это Барыга Сидорович. Ну и проводник, который свел его с доктором. Если нас не налюбили, и через 2-3 года выйдет следующий Сталкер, то придется по второму кругу проходить олдовое творение игровой индустрии. Во многом благодаря прикольной истории Сталкера. Третье место. Этсо Аудиторе. Ассасин Скрит. Этот тип до сих пор остается самым узнаваемым героем серии игр про ассасинов от... История Этсо проработана настолько грамотно, что к нему моментально привыкаешь. Харизматичный парень, который в кои-то веки нормально прописан, а не заскриптован по самое никуда. Чем он всегда подкупал, так это тем, что не ныл на фиговую судьбу и оставался адекватным, в отличие от того же Уберта, который лизал жопу тамплиером. О нем мы, кстати, подробно говорили в нашем топе ненавистных персонажей игр, ссылку на который ты найдешь в описании. В итоге он спелся с Родриго Борджа и солгал в глаза главному герою, когда тот принес все нужные документы для освобождения его батей и братьев. Юбики не прогадали, сделав Этсо главным героем третьей части. Правда, тут он уже матер и ассасин, но рост героя как личности ощущается очень сильно. А бы кто не станет лидером Ордена Ассасинов. Так, за что вы в Брайдуэле? За измену. Ложное обвинение. Ну, конечно. Второе место. Артем. Метро. Замолчали у Артема, надо сказать спасибо Дмитрию Глуховскому, создателю оригинального романа Метро 2033 и разработчикам Сталкера. Атмосфера апокалипсиса вышла как надо. Из-за экологической катастрофы в Москве герой почти 20 лет терялся внутри метро, тусуясь с такими же малолетками и охотниками за мутантами. Болтаясь между ветками, ему то и дело приходилось отмахиваться от коммуняк, бить морды фашистам и слушать байки Хантера и Сухого. А первый, считай, тебе отца заменил и всему научил. Хантер. Друг моего отчима. Он изменил все. И в особенности мою жизнь. Да и на черных у Артема были свои мысли. Одного даже спасать пришлось. А сколько раз героя пытались убить или подставить, вообще считать задолбаешься. Одно хреново. Он постоянно молчит и говорит только как дневник. С другой стороны, эта особенность передает игре какого-то шарма и уникальности. Артема можно назвать настоящим героем хотя бы потому, что он сохранил жизнь Павлу, даже несмотря на его говеное предательство. Он выживет. Вот оно какое прощение. Респект таким пацанам. И первое место. СиДжей. GTA San Andreas. Ну кто еще мог стать лидером как нелюбитель охлаждать страханье? Вместе с СиДжеем прошло все наше детство. Мы летали на джетпланах, взрывали все тачки в округе, запоминали чит-коды лучше любых стихов, стараясь после каждой смерти быстрее ввести Хэсо Ям, Кэй Джей Кэй Зи Пи Джей и Ван Ролтву. До сих пор помню, как Листик с читами кочевал по всему классу, пока не стал примерно вот таким. И в каждой игротеке у админов всегда лежал похожий. Причем его хрен было допроситься, только если ты не в корешах с админом. А сколько раз мы помогали СиДжею не сдохнуть, подбирать новые крутые тачки и шмотки. Да я в виртуальной качалке проводил намного больше времени, чем в реальной. Мое тело волновало меньше, чем мышцы СиДжея, потому что постоянно в гости приходили одноклассники и говорили «Ну ты вообще качок, уже золотые тягаешь». Я даже помню, как завалил контрошу, потому что вечером СиДжея предал Биг Смоук и так расстроился, что даже подготовиться нормально не мог. Хотя по ходу игры жердяй не раз об этом намекал, но из-за кривого перевода мы ничего не понимали. Учитывая то, что GTA San Andreas просто культовая игруха, я понимаю подписчиков нашего паблика ВКонтакте, которые назвали Карла самым любимым игровым персонажем. Не знаю ни одного человека, кто хоть косвенно не знаком с СиДжеем, хотя бы помимо сам из интернета, которые до сих пор популярны. А какой у тебя любимый персонаж из игр? Пишай об этом в комментариях и подписывайся на наш канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы Ютуба. Ну и на паблик подписывайся, ведь там мы постоянно вместе общаемся, проводим различные голосования, опросы и орём над угарными мемчиками.